Добрый вечер. В Москве 20 часов 5 минут и 24 секунды. Это радиофинам.фм. Частота 99,6 в эфире программы Искусство Возможного. В студии Роман Бабая. До 24 июля Федеральная миграционная служба должна выдать Эдварду Сноудену справку о приеме документов, с которой он сможет наконец выйти из транзитной зоны аэропорта Шереметьево, где живет уже почти месяц. Он вправе поселиться где захочет, но Федеральная миграционная служба России должна знать место его жительства и будет контролировать, что он там действительно живет. И так на протяжении трех месяцев, пока власти России не примут решение по его запросу на убежище. Вот о ситуации вокруг Сноудена мы и будем сегодня говорить подробно, про ситуацию, которая, на мой взгляд, стала подходить к какому-то все-таки концу. Вот этот затянувшийся сериал под названием «Терминал». Вот мы уже видим где-то там какой-то конец. Вот об этой ситуации мы и будем говорить сегодня подробно с нашими гостями. Я сейчас быстренько представлю, они все находятся в нашей студии. Это Анатолий Кучерен, адвокат, член Общественной палаты России. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив. Правильно все? Все верно. Добрый вечер. Добрый вечер, Вероника. И Александр Коупакиди, историк спецслужб. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, я с чего хочу начать? Вот я вам честно признаюсь, что я до сих пор не понял, кто такой Эдвард Сноуден. Вот я все пытаюсь разобраться и для самого себя хотя бы прийти к какому-то пониманию. То ли это какой-то немыслимый герой, который нас всех с вами спас от какой-то ужасающей совершенно беды, опасности. То ли это какой-то предатель, который, ну, или шпион, да, вот у нас же как бы наши это все разведчики, а их товарищи это все шпионы, да. То ли вот какой-то шпион, который предал там своих, прибежал к нам, мы его здесь пытаемся каким-то образом, значит, спрятать, сохранить и так далее, и так далее. Или же это вообще правозащитник. Вот в последнее время все чаще говорят, что он правозащитник, но как-то вчерашний офицер там ЦРУ и сегодня правозащитник не очень монтируется вот в моей голове. Почему? Ну, не знаю, вот не знаю, вот поэтому хочу разобраться. Ну, давайте попробуем, давайте с вас, Анатолий, вот кто он? Ну, он прежде всего гражданин Америки. Да. Он прежде всего человек. Да. Он гражданин, который, на мой взгляд, заслуживает всяческого уважения только лишь потому, что он, исходя из своих убеждений, мог поведать миру то, что происходит в спецслужбах Соединенных Штатах Америки. И то, что он сделал этот поступок, этот поступок, на мой взгляд, достойен уважения, потому что не каждый человек может, видя безобразие, видя существенное нарушение прав человека, это речь идет не только о нарушении прав человека в Соединенных Штатах Америки, это речь идет в том числе о нарушении прав теми же спецслужбами, как он говорил, в том числе и в других странах мира. В глобальном масштабе. В глобальном масштабе. Ну, так давайте мы все-таки перанализируем, независимо от того, у кого из нас какая профессия, чем мы по жизни занимаемся. Перед анализом такое вот уточнение, чтобы все окончательно стало на свои места. А вот генерал КГБ Калугин, который тоже, уехав, допустим, на Запад, он много интересного рассказал, может быть, о каких-то безобразиях, которые творились непосредственно в нашей, в советской, там, спецслужбе. Почему мы его не считаем правозащитником? Он же тоже, наверное, руководствовался какими-то убеждениями. Знаете, Роман, я вам так скажу, что дело в том, что это его, как бы, позиция, я лично с ним встречался три раза, кроме меня там и моих коллег, когда была первая встреча в пятницу с правозащитником, больше никто с ним не встречался. Да. Поэтому я могу высказать свое личное впечатление о человеке, с которым я встречался и достаточно долго, последние два раза где-то с ним проводил 4-5 часов. Долго, действительно. Долго, да. И хотя он меня пригласил как человека, который должен ему помочь выйти из этой патовой ситуации, когда я у него спросил завтра вопрос, скажите, а отчего вы так долго здесь сидите? Почему раньше вы не предпринимали никаких действий, чтобы пригласить правозащитников? Ну, в конце концов, через администрацию аэропорта попросить, чтобы вам дали возможность с адвокатом связаться. А я вообще, говорит, ничего не понимаю. Я по-русски не говорю. Я там, не знаю, там закона российского не знаю. Мне говорят там сотрудники аэропорта что-то, но я не могу понять, как он. Хорошо, я подаю... Что такой наивный ребенок? Это же офицер спецслужб. Ну, сидит он в этом аэропорту. Не знает он русского языка. Неужели в Шереметьеве не нашел человека, который может... Так он нашел спустя какое-то время, я тем самым пригласил правозащитников, спустя как-то почти месяц. Да-да-да. Согласитесь. Поэтому, конечно, он не наивный, безусловно, он понимает, но все-таки надо понимать, что он находится в психотравмирующей ситуации. Это он такое впечатление произвел, да, во время встреч? Ну, во время встреч, во время вот этих моих последних разговоров. То есть он ощущает себя загнанным каким-то в угол человеком, да? Загнанным, не то слово. Это мягко сказано. Он, конечно, подавлен. Он психологически подавлен. Потому что, когда он понимает, и когда он отвечал на вопросы представителя Федеральной миграционной службы, потому что там было достаточно много вопросов к нему для того, чтобы принять заявление. Да-да-да. По закону должен быть... По процедуре. По процедуре. И когда ему задали вопрос в части того, а почему вы решили обратиться в Россию, в Российскую Федерацию с просьбой, прошением о выдаче вам убежища, о предоставлении вам убежища, он сказал, потому что я реально боюсь за свою жизнь, за свое здоровье. И если в случае, если меня вернут в Соединенные Штаты Америки, то реально я боюсь пыток и смертной казни. Вот так и сказал. Так и сказал. В обосновании, вот обратите внимание, что он приводит в обоснование. Он говорит, я практически каждый день в интернете вижу, что происходит. И я в качестве доказательств могу привести высказывания представителей Госдепартамента, политиков, конгрессменов, которые ежедневно пугают Россию, начинают делать какие-то заявления. Это реальная угроза моей безопасности. И он абсолютно справедливо говорит. То есть он не просто сказал, он еще приводит высказывания Госдепартамента США. А не сказал он, почему он именно к нам прилетел? Ведь он мог же вот этот вот свой первый, как говорится, полет совершить в другом направлении и где-то уже находиться там на точке. Роман, у меня миссия была очень простая. Он меня пригласил именно для консультации. Я понимаю. И, конечно, вы как понимаете, я не могу вторгаться в другие вопросы. Я понимаю. Из-за изображений корректности я, конечно, старался. То, что мы с ним там обсуждали, там говорили о разных вещах. Вы подарили ему букварь? Я ему подарил букварь русского языка с картинками. Он очень растрогался. Он был доволен, потому что он сказал, это вот первый подарок на российской земле, который я получил почти спустя месяц, находясь... Встречи еще будут? ...в терминале. Но это уже от него зависит. От него зависит. То есть, а связь каким образом осуществляется? У него телефона нет. Он сам звонит из аэропорта, где он там находится. У него телефона мобильного нет. Поэтому я... И стационарным телефоном пользуются, да? Я не проверял. Ну ладно, хорошо. А еще подарки планируются? Ну это так вот просто. Ну, конечно, планируются. Я думаю, что если благополучно разрешится вопрос, я думаю, что следующий будет подарок в виде кошки. Шикарная история. Кошку надо... У нас по российским традициям как? Вот человек, который получает там помещение жилье... Начали кошку, да? Сначала кошку, чтобы она всех духов оттуда выгнала, а потом уже... А потом можно будет еду для кошки носить каждый день, правильно? И потом надо еду покупать, да. Все понятно. Александр, вот вы мне скажите, это герой, действительно спасший человечество от какой-то глобальной слежки, или же это все-таки предатель? В моем представлении, вот пока на сегодняшний день, это безусловно герой, причем герой из героев. Я даже не могу представить себе, что в наше время не мог представить, появятся такие люди. Но я бы хотел отметить, что он не первый в Америке такой. Вспоминают обычно Даниэль Эльцберга, который в 71-м году разоблачил, там, опубликовал массу документов о преступлениях военщины США во Вьетнаме. Но в 2000-е годы четыре случая таких были. Не, ну один случай вот он, как бы уже мы сегодня его вспоминали, да? Рядовой, который сидит и... Мэнинг, да. Да, и судя по всему, он не выйдет. Были случаи с офицерами и сотрудниками АНБ и ФБР. Кроме того, вообще вот вся эта история, как она подается, она поражает неглубокими знаниями журналиста. Во-первых, все время говорят, что в результате вот этой прослушки достигнуты чудовищные успехи в борьбе с терроризмом. Это не так. Это миф. Это миф. Полно было террористических актов, и не только за пределами США против американцев, но и на территории самой США. То есть, главное, вот в чем его подвиг, он... Все знали там... Ну, сейчас говорят, мы все знали, мы все знали. Не знали. Про скайп мы не знали. Там еще какие-то технические вещи мы не знали. А главное, что он показал масштаб. И то, что он уже не стремился сделать, а само собой произошло. Я имею в виду вот такие факты, как история с боливийским президентом. Когда всему миру... Или заблокированная Англия и Швеция исследование этого вопроса в Евросоюзе. Всему миру стало ясно, что действительно однополярный мир. Что есть хозяин, который не только всех контролирует, но и грабит, использует. Которого возможность любое государство... Да, да, да. И даже страны, которые еще вчера были достаточно лояльными по отношению к Соединенным Штатам, реакцию наблюдали вот со стороны этих стран достаточно резкую. Да, это правда. Я бы хотел заметить, что... Вот еще эта история чем интересна, что какие разные опросы общественного мнения выдают американцы. Ну, по всем, правда, большая часть населения его поддерживает в США. Но, тем не менее... Это показатель. Это показатель. В результате этих опросов, ну, разницы этих цифр, у меня, честно говоря, начинают мучить сомнения, что не только в нашей стране можно оставить под сомнение результаты опросов. Но у них тоже, очевидно, там есть некая рука, которая эти результаты, так сказать, фиксирует. И интересно, что говорят американцы, что вот многие выступили, там, демократы, либералы против него. Не так. Очень многие представители интеллигенции, ну, из известных, там, Оливер Стоун, там, Наум Холмский, Майкл Муррид, многие-многие выступили, безусловно, в его поддержку. И как его можно не поддерживать, если это реальный вот такой герой, вот типа... Ну, хорошо, хорошо, я понял, герой, но поддержку выступили, хорошо. Хорошо, а вот как вы считаете, вообще, в принципе, возможно такая ситуация, что человек, ну, если он офицер спецслужб, да, он, наверное, там тоже какую-то присягу принимал, да, Вероника, есть там... Так вот, да... Это Вероника Крашенинникова, да, есть там вот такой институт, как присяга, да? Присягу он принимал. Присягу он принимал, вероятно, на Конституции Соединенных Штатов Америки. Так. А та Америка, которая прописана в Конституции Соединенных Штатов с ее великими ценностями демократии, права человека, права на свободу и так далее, и так далее, оказалось резко отличается от той Америки, которую он имел возможность наблюдать на своем рабочем месте. Да, и не только наблюдать, но, собственно, он должен был по службе участвовать в этом процессе. И, видимо, у человека создался внутренний конфликт, и та огромная пропасть, которую он увидел, между декларируемыми ценностями и реальной политикой, как раз и сподвигла его на обнародование вот этой информации. Ну и, конечно, Роман, ответ на вопрос, кто такой Сноуден, зависит очень сильно от того, кого вы спрашиваете. Если это государственный аппарат Соединенных Штатов, это однозначно Сноуден предатель. Что интересно, цифры американцев, даже американцев, поддерживающих Сноудена, растут, согласно опросам. Если 2-3 недели назад это было 43%, то теперь это 54-55%. Интересно. Я не думаю, что есть там какая-то в Америке рука, которая бы подтасовывала эти цифры в эту сторону, скорее бы в обратную, но цифры очень впечатляют. И это даже в Америке. Если бы такие вопросы проводились в Европе, я уверена, что цифры были бы гораздо выше. Вот, Вероника, скажите мне, а возможно вообще в принципе, вы должны знать ответ, мне кажется, на этот вопрос, как человек, который достаточно много лет проработал в Соединенных Штатах. Возможно ли такая ситуация в принципе, что под давлением общественного мнения, вы сами говорите, что меняется общественное мнение именно в пользу Сноудена, а Соединенные Штаты откажутся от его преследования? Это все же, наверное, маловероятно. Маловероятно. Да, да. Но, кстати говоря, давление политическое даже людей в системе, потому что, с одной стороны, есть народ, который вроде бы в большинстве за Сноудена, но система-то в большинстве своем против. Но в последние дни очень активно выступили американские конгрессмены. И вот сейчас, значит, в Конгрессе цитируют сегодняшние газеты, американские цитируют конгрессменов, которые говорят, что никто в Конгрессе не представлял себе, что контртеррористические миры должны были привести к прослушиванию практически поголовному в Америке. Но даже для конгрессменов это слишком. То есть они даже и не понимали, о чем идет речь. И ведь не только прослушиванию, но и хранению. Вот мы все, что мы последние годы писали в интернете, говорили по телефону, это все у них хранится. Сейчас специально в штате Юта строится огромное хранилище. Два миллиарда долларов. Александр, ну вот вы мне скажите, вот лично мне, на самом деле, ну мне как-то все равно. Вот если моя переписка по электронной почте, там будет кому-то известно. Ну я имею ввиду спецслужбы. Это вы не правы, Роман. Я сейчас объясню. Ну как-то вот, ну я не знаю, особенно меня это не волнует. Никаких секретов там нет. То есть вы хотите, чтобы ваши права нарушались? Не хочу. Но если вам все безразлично, тогда получается, вы даете такой возможность. Роман, в определенный момент эта информация будет использоваться. Она будет ждать часа икс. Да, и потом, когда нужна будет ваша персона, вот из-за этого огромного космического машина вытянуть. И в нужный момент это вытащат, да? Да, и потом Романа Бабаяна не будет там на телевидении, не будет на радио, если он занимает позиции, которые не устраивают руководство. Ой, какую ужасную перспективу, Вероника, вы нарисовали. Поэтому ни в коем случае нельзя позволить. Хорошо, ведь вопрос, смотрите. Вот это вот меня убедило. Сейчас мы прервемся, Анатолий, секундочку, прервемся, у нас небольшая пауза. Еще раз добрый вечер, это опять программа «Искусство возможного». Мы продолжаем говорить о Сноудене. В Москве 20 часов 21 минута. В наш студию может позвонить любой, у кого есть вопросы по этой теме, по телефону 6510-99,6, код города 495. Я хочу вот такой вопрос задать. Да, Анатолий, пожалуйста. Анатолий Кучеренко, да, пожалуйста. Можно все-таки сказать несколько слов. Я согласен абсолютно с Вероникой, что она сказала, что это внутренний конфликт. Я четко понимаю после разговора с ним, что произошло, почему он пришел к таким убеждениям. Смотрите, когда была первая встреча, речь была фантастическая. То есть он читал по бумажке, и он говорил следующее. Уважаемые дамы и господа, перед вами тот человек, который буквально недавно слушал ваши телефонные разговоры и читал вашу переписку. Я жил не бедно, я был в достатке. У меня есть семья, то есть мать, отец, сестра. Но я принял для себя такое решение, потому что я не могу дальше смотреть на то безобразие, которое происходит. Я решил открыть миру глаза на то, что происходит. А что происходит? Представьте себе, политические деятели, лидеры государства, которые ведут свою работу, которые занимаются политической деятельностью, когда прослушивают их телефоны, читают их переписку. Как вы думаете, могут Соединенные Штаты Америки в будущем влиять на принятие тех или иных решений? Как пример. Конечно же могут. Вот вы говорите, да мне все равно слушать меня, не слушать. Я не соглашусь с вашей позицией. Я пока не президент просто, но Вероника меня быстро разубедила. Она абсолютно правильно сделала. Вы поймите правильно, что если мы говорим об универсальных правах человека, то давайте не надо лукавить, не надо декларативно. Мы на публике с трибуны говорим о том, что да, мы защищаем права человека, а на самом деле все совершенно по-другому. Вот что, собственно говоря, произошло. Именно об этом сказал вчера президент. Именно и президент сказал, но и в то же время сам Эдвард Сноуден пришел к этому, что он не мог больше терпеть цинизма этого. То есть Конституция написана, но в основных правах и свободах написано совершенно четко и понятно, а вдруг он занимается тем, что он слушает нас. Он читает нашу переписку совершенно обратно. Это вот не стыковка, понимаете? Поэтому то, что, вот поймите, мы еще сейчас не осмыслили то, что сделал Сноуден. Нам еще нужно время для того, чтобы переосмыслить это все. Я думаю, что вот специалист в области истории, я думаю, что... Для того, чтобы переосмыслить, мне кажется, это хорошо. Это хорошо, переосмысление. Но мне кажется, что нужно предпринять еще какие-то шаги для того, чтобы поломать эту систему, потому что он нам рассказал, но это же не значит, что они прекратили это делать. Но вот посмотрите, что делается сегодня. Сегодня ежедневно мы слышим, что политические заявления. То есть посадили самолет президента другого государства, а теперь нам говорят по-всякому. Ну, вы знаете, у нас дружеские отношения. Дайте нам на основании дружеских отношений. Простите. Я много раз апеллирую Госдепартаменту США к политикам американским. Назовите мне норму закона в международном праве, либо в нашем национальном российском законодательстве, которое позволит нам выдать господина Сноуден Америки, где существует смертная казнь. Назовите. Дайте нам, пришлите, скажите с трибуны. Нету такого закона, понимаете? И поэтому Россия, я считаю, заняла жесткую и правильную абсолютную позицию. Она не вправе ни при каких обстоятельствах выдать Сноудена Соединенным Штатам Америки. Даже если нам предложат за Сноудена каких-нибудь наших людей, которые представляют цель для нашего государства. Ну, смотрите. Нет таких людей. По закону невозможно. Ни в коем случае. Невозможно. Вообще никак. Это никак. Как бы мы с вами ни говорили, какие пирамиды бы тут не выставили. Невозможно. Это я утверждаю в вашем эфире, что это невозможно. Поэтому это абсолютно исключено. Вы лучше проявите по отношению к нему гуманность. Откройте сами глаза. Накажите, в конце концов, тех сотрудников спецслужб, которые допустили этого. Он каким-то оказался здесь. Абсолютно верно. Ведь проблема-то появилась не из-за Сноудена. Проблема-то появилась потому, что американские спецслужбы ведут тотальное прослушивание, просматривание всех коммуникаций. А Сноуден оказал огромную услугу и американских гражданам, и российским гражданам, и гражданам других государств. Всех государств. Предупредив их о том, что ведется вот такая тотальная слежка за их коммуникацией. Я понял. Александр, секундочку. Вот смотрите, на самом деле, да, мы же знали о том, что они все время пытаются всех прослушить. Это же не секрет. Слушайте, существует система эшелон. Напомните мне, сколько лет она существует. Вот эта сеть военных баз, которые разбросаны там от Кипра до западной. Совершенно верно. Мы же знали, для чего нужна эта система. Они прослушивали абсолютно всех. В первую очередь, руководители государства, руководители правительств и так далее. И это принятие решений. Мы же об этом знали. Он, по большому счету, что-то новое нам сообщил или нет? Как вы считаете? Он, во-первых, одно дело знать, другое дело предъявить доказательства. Мы догадывались. Во-вторых, он рассказал, что существует уже программа нового поколения, вот этот призм, который, значит, до сих пор вроде бы продолжается, несмотря на то, что полуофициально они в 2011 году от него отказались. Значит, и он показал масштабы этого. Он показал вовлеченность вот всех этих площадок интернетовских в это дело. Он показал, насколько американцы контролируют международный вот этот интернет-трафик. Он показал, что фактически некоторые страны, ну, в частности, вот Англия, там, Австралия, Канада, Новозеландия, они оказались гораздо более вовлечены, они вообще являются ли вопросом с университета этих стран. Кроме того, он показал, значит, что они шпионят и за союзниками, то есть там оказались и Франция, и Германия, и Италия. И союзники стали возмущаться, давайте вспомним заявление Германии. Не только на территории этих стран, но они следили, прослушивали полностью органы ЕС на территории США. Ну, вообще полный цинизм какой-то. И тут, конечно, возмущает позиция вот этих стран, за которыми следили. Следили. Да, потому что те, кто зависят от голосов избирателей, там, депутаты, министры, они осуждают и громко... Они делают громкие, резкие заявления. Но эти заявления пустые, это теперь уже всем ясно. Ну, а что они могут сделать? В реальности они что-нибудь могут сделать? Вероника, как вы думаете? Мы можем изменить каким-то образом всю эту ситуацию, если мы знаем о том, что мы все под колпаком у одной конкретной страны. У Мюллера. Да, под колпаком у Мюллера. Они знают, что мы знаем. Они продолжают это делать. Никто ничего изменить не может. Смотрите, на самом деле весь этот процесс шел, активизируясь с 2001 года. Теракты с сентября 2001 года были использованы как претекст для, с одной стороны, огромного наращивания системы безопасности, с другой стороны, для развертывания войны и американского присутствия во всех государствах мира. Вот смотрите, как они сейчас определяют. Объясняли необходимостью соблюдать безопасность. Значит, сотрудники Агентства национальной безопасности описывали свой подход, подход своего руководителя. Скорее чем искать иголку в стоге сена, мы начали собирать стога сена. Хорошо сказали. Понимаете, вот так они это сами формулируют. Ну а стога сена, это все мы с вами вместе. И потом эта информация же, она не просто лежит, она собирается зачем-то. Если она не нужна сейчас, она потребуется в будущем. И она используется. Она используется. Но причем используется это уже абсолютно не в целях борьбы против терроризма. Да, вот как обижался, по-моему, министр иностранных дел Люксембурга. Да, зачем прослушивает нас, мы же не террористы. Все правильно. Зачем европейских чиновников, тут уже ни про какой терроризм не идет речи. Отсматривают людей, отслушивают для назначения на посты, для продвижения. Мы же знаем, как хорошо Соединение Вашингтона управляют европейскими процессами. Кого назначают, кого-то не назначают. Кто-то ведет программы, кто-то не ведет программы. Кто-то наш человек, кто-то чужой. Европейские романы бабаяны. Научно-технический шпионаж, который они ведут, оказалось не только против конкурентов, но и против своих. Что касается конкурентов, например... Вот в этом, наверное, самая большая, собственно, ошибка, скажем так, вот этой вот американской системы. Что о том, что они делают, узнали внутри страны их собственные граждане. Вот в этом и состоит проблема, конечно же. И вот это и есть заслуга с Новодом, наверное. Потому что мы-то ладно, мы понимаем. Мы там одно время их рассматривали как потенциальных противников. Сейчас мы там со всеми дружим. Они нас рассматривают. Тут можно найти какие-то общения. Совершенно верно. А вот американцам объяснить, что вот это нужно было делать для того, чтобы было безопасно, чтобы не было террористов, это уже совсем другая история. Совершенно верно. Он тоже мне об этом говорил. Совершенно верно. Это ему очень обидно за американский народ. И он об этом действительно, мы в разговоре эту тему тоже обсуждали. Но ведь понимаете, что никто в Америке, вот та Америка, которая была 20 лет тому назад, и та Америка, которая сегодня... Ведь никто не думает, к чему это... На мой взгляд, это приведет к краху со временем. Потому что это уже скрыть невозможно. Один за другим. Нет, я совершенно не согласен. Они прекрасно понимают, что они делают. Они это делали, начиная с послевоенного времени, там, с 47-го года, когда первые вот эти все программы с англичанами согласовывали. Они грабят весь мир. То есть они паразитируют на других странах. Это их сознательная политика на протяжении многих лет. Понимаете, вырастут политики и в Европе, и в других странах, которые все-таки будут противодействовать этому. Сейчас мне стыдно за некоторых европейских политиков, которые, простите, проглотили вот то, что сообщил СНОБ. Все это очень сложно. Проглотили. Но проглотили, да. Это все сложно. Но простите. Но если такой политик, может быть, и у власти, и народ ему доверяет, значит, мы достойны того времени, в котором мы живем. Ага, ага. А вот такой вопрос. Секундочку, Вероника. Вот, Анатолий, а вот такой вопрос. Вот смотрите. В некоторых странах мира, там, в последнее время, да, очень часто звучали заявления со стороны властей, что нужно каким-то образом все-таки, там, я не знаю, контролировать интернет, контролировать, там, социальные сети, там, ну, и так далее, да. И вот сейчас, а, и все время, значит, все это наталкивалось на жесткое сопротивление со стороны гражданского общества, там, на правозащитников, которые говорили, ну, слушайте, ну, это уже почти цензура, там, и так далее, и так далее. И вот сейчас, смотрите, какая интересная картина у нас получилась. Получается, властям какой-либо страны контролировать это пространство, пространство интернета нельзя, потому что это цензура, но при этом американцы, они уже давным-давно это контролируют. Может быть, нужно все-таки как-то взять под контроль? Нет, все-таки нельзя. Нет, да? Я считаю, что, вы поймите, что есть определенные пределы. Так. Если мы с вами соглашаемся, мы, люди, да, соглашаемся, чтобы нас слушали, чтобы нас читали, чтобы мы постоянно были на видео с вами, неважно, где мы, то, вы знаете, все остальные правовые, основные, да, права человека, там, да, неважно, где мы живем, в России, в Америке, тогда надо сказать, что у нас их не существует. То есть мы даем возможность спецслужбам делать то, что они хотят. А они нам с вами будут говорить, что мы это делаем, потому что, возможно, террористический акт, что, возможно, нас снимают, нас плодит трусов, нас развивают, потому что это террористический акт может быть. Но это абсурд полный. Спецслужбы, правоохранительные органы, им за это платят деньги, чтобы они работали на упреждение. Совершенно верно. Не я должен это делать. Не постфактум раздевать нас. Совершенно верно. Не я должен это делать, а должны делать они. И вот то, что вот это дурмание идет спецслужб в Америке, что мы делаем ради того, чтобы у нас не случилось там 11 сентября, это все психологический чип для того, чтобы убедить население, что оправдать. Да, 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 я понимаю. А на самом деле они вторгаются, простите, в совершенно тонкие такие, знаете, тонкие личные частные жизни людей. Вот они вторгаются вот в эти тонкие детали жизни людей, но они проигнорировали прямые предупреждения российских спецслужб и теракт в Бостоне все-таки состоялся. Вот оказывается, не нужно весь мир прослушивать для того, чтобы предотвратить один, ну, в общем-то, несложный теракт. Ну, не предотвратили, да. Не предотвратили же. Не предотвратили, я говорю. Как-то они плохо слушают, если у них все-таки теракты периодически происходят. Друзья, сейчас у нас звонок. Так они другим интересуются. Именно. Это не интересует. Я понимаю, да, совершенно верно, я понял. Сейчас у нас звонок, да, мы слушаем. Пожалуйста, у нас Виктор на связи. Добрый вечер. Неоднократно обменять и снова дано. Виктор, 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 простите ради бога, да, еще раз, еще раз начало вашего вопроса. Мешнула фраза, кто-то предложил его обменять. Нет, мы не предлагали его обменять. Мы просто интересовались, мы просто интересовались, возможно ли это в принципе сделать. Упаси бог. Нет, нет. То есть вы против, да? Это невозможно. Конечно. Понятно. Ну хорошо, а как жена нашего летчика Ярошенко, которая уже выступила с таким предложением обменять, допустим, Снолдана на ее мужа? Идите попробуйте, объясните ей, что Снолдана нам нужнее, чем... По-человечески, по-человечески, ее можно понять. По-человечески, ее можно понять. Помытки, понятно. Но по закону мы не можем сделать. По-человечески, мужу нужно было думать, когда он летел с грузом. Да, хорошо. А как заявление Владимира Вольфовича Жириновского о том, что нужно обменять не только на нашего летчика Ярошенко, но еще и на Бута? Ну, Бут, это большой прокол российской разведки. В общем, не меняем, Виктор, вы категорически против, я правильно понял? Ну, неприлично. Хорошо, все, понял. Следующий звонок, давайте сразу послушаем, да, потому что долго ждут люди. Да, Александр, слушаем вас, добрый вечер. Добрый вечер, с интересом слушаю дискуссию, уже не первый час. Спасибо. Вот, знаете, мы обсуждаем, как должны запад реагировать, как их политики проглотили. А вот час назад, может, чуть позже, обсуждали тему о том, что все наши научные разработки, все диссертации должны выкладываться в интернет. В открытый доступ. И что в этом плохого, так? А плохо то, что мы-то эти разработки реально использовать не можем, но они все получаются, выкладываются. Понятно, мы не можем, а они могут этим воспользоваться, да? Это прекрасная услуга. Конечно. Ну, понятно, да, есть такой момент. Я согласен. Есть такой момент, да. Но на самом деле это же было придумано для чего? Вот после вот этого безумного скандала там с плагиатом, с этими купленными диссертациями и так далее. Все понятно, Александр, понятно все. Тут, возможно, и другие способы. Возможно, и другие. Рассказываться же так откровенно. Тем более Сноуден нам это показывает. Не нужно создавать себе другие проблемы, более серьезные, решая одну мелкую. Вероника, вот скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста. Благодарю, спасибо. Да, спасибо вам, спасибо. Вероника, скажите, пожалуйста, вот на протяжении всего этого месяца, что Сноуден, ну почти месяца, что Сноуден жил там в Шереметьево, вот у вас не создалось впечатление, что он ведет себя как-то все-таки странно? Вот я сейчас объясню, что мы понимаем, что за ним идет охота, называем вещи своими именами. За ним охотятся. Он сидит в аэропорту, его никто не видит, никто с ним связаться не может. А почему вы считаете, что его кто-то должен увидеть? Он даже не разрешил нам сфотографироваться в вопросах безопасности. А может быть нужно было наоборот себя журналистами, например, окружить? Ну подождите, а безопасность, а безопасность. Обязательно, да. Неужели же в кадре камеры какой-нибудь его убьют? Слушайте, вы не знаете такие случаи? Ну совсем немногие люди попадают в такую ситуацию. И здесь он полностью соблюдал рамки российского закона. Он был очень жестко поставлен в эти рамки, и маржа для маневра у него была никакая. Он даже ни с кем не мог общаться. Такой ситуации никогда не было, потому что раньше сбегали агенты. Его здесь ждали как героя, принимали и все такое. Хотя у нас были очень некрасивые случаи в 90-е годы при Ельцине, но не будем сейчас об этом. А он-то не агент наш, не китайский, не чей. Это первый случай, когда перебежь, ну как бы... Касается бегством. Перешедший, да? Да, спасается бегством от явной угрозы, в том числе смертной казни на территории Америки. Я понимаю. Вероника, вот скажите мне, почему Владимир Путин, ну вот когда, неделю назад, да, по-моему, первый раз он сделал вот это вот громкое заявление, что в принципе Сноуден может остаться на нашей территории, но только в том случае, если он не будет... Да, условия, да. Если он не будет вести никакой деятельности против интересов Соединенных Штатов. Я с ним обсуждал этот вопрос. Что это такое? Я обсуждал с ним этот вопрос. Это Анатолий Кучерина, да. Да, и он мне сказал, что да, то условие, которое поставил господин Путин, оно выполнимо. То есть он понимает прекрасно последствия, да, в случае, если дальше он будет заниматься там, ну так скажем, очернительство в американскую правительство. Чем тогда он будет заниматься? Он намерен заниматься правозащитной деятельностью. Он по своим убеждениям, раз он открыл ящик Пандоры, значит, соответственно, он, ну, по крайней мере, я уверен, что это так, потому что я с ним достаточно много часов провел в беседах. Я думаю, что он этим будет заниматься. Потому что по убеждениям он правозащитный. Я так скажу по этому поводу. Вот в том, что Сноуден сделал до сих пор, я не вижу подрывной деятельности. Если человек действует во имя идеалов и принципов Конституции Соединенных Штатов Америки, это не может по определению являться подрывной деятельностью. Так что вот здесь абсолютно четко считается. И по опросам большинство американцев думают ровно так же, как и вы. Он не сдал ни одного человека. Анатолий Кучерина один важный момент упомянул. Он сказал, что экстрадиция невозможна. И, ну, все, что говорится сегодня в России о Сноудене, слушается внимательно в Вашингтоне. Но нас так же слушают очень внимательно наши союзники и настоящие друзья, настоящие парфюры. Они ждут, как мы себя поведем. И для них чрезвычайно важно, чтобы мы защитили Сноудена. И поэтому, вот, они, наверное, затаив дыхание, сейчас смотрят на нас. Конечно, конечно, потому что это будет стопроцентный показатель. Это вы у меня, это вы у меня, это вы у меня, это вы у меня, это вы у меня спросите. Потому что я каждый день встречаюсь с сотнями журналистов, в том числе иностранных, других государств, и они все ждут с нетерпением, как поступит Россия. Они все мне задают этот вопрос. И все надеются, что защитит, что мы не отдадим. Сейчас у нас рекламная пауза. Добрый вечер еще раз в Москве, 20 часов 41 минута. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. И мы говорим сегодня о Сноудене с нашими гостями. Я их быстренько сейчас назову для тех, кто не с самого начала слушает нашу программу. Это Анатолий Кучерен, адвокат, член Общественной Палаты России. Это Вероника Крашенинникова, член Общественной Палаты России. Это Александр Колпакиди, историк спецслужб. Назову еще раз телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию и задать вопрос нашим гостям. 65 10 99 6, код города 495. Вероника, а вот еще такой вот момент. А почему Владимир Путин поставил обязательным условием не вести деятельность против Соединенных Штатов? Это что, какой-то месседж, это какой-то знак, я не знаю, какой-то жест доброй воли в адрес Соединенных Штатов? Это нормальный принятый, общепринятый дипломатический шаг в данной ситуации. Это взвешенная позиция, она полностью оправдана. При этом Соединенные Штаты, конечно же, будут продолжать оказывать на нас политическое и всякое другое давление. И вот недавно в новостях мы слышали, что нам пригрозили прекращением военного сотрудничества. Ну, извините, тем лучше. Каждый день звучат теленные угрозы. Соединенными Штатами, оно не в наших интересах. А также торгово-экономическое сотрудничество, которое у нас исчисляется миллиардами однозначными, и играет совершенно маргинальную роль в нашем общем торгово-экономическом обмене. Так что, на самом деле, рычаги-то воздействия на Россию у Вашингтона сегодня очень небольшие. И мы на стороне правды. Понимаете, в то время, когда Соединенные Штаты прячут у себя террористов, воров и преступников, которых мы десятилетиями не можем получить, и другие страны также. Например, кубинцы уже 15 лет пытаются освободить своих разведчиков-антитеррористов. Знаменитая кубинская пятерка. Да, все безуспешно. То же самое в Великобритании. А мы теперь помогаем правозащитникам. Вот для России на международной арене это большой репутационный плюс. Мы, прежде всего, стоим на страже закона. Не только правды, но мы не имеем права нарушить закон. Это первое. Что касается заявления господина Путина. Ну, прежде всего, надо сказать, что это заявление, эта просьба, она свидетельствует о том, что у нас все-таки неплохие отношения между Россией и Соединенных Штатов Америки. Конечно, есть разные мнения. Конечно, есть разные политики, которые хотят разыграть ту или иную карту. Но я могу сказать, и вот Вероника подтвердит, она знает об этом. Буквально недавно ко мне в комиссию в общественном плате приезжал господин Макфол. Абсолютно. И побеседовал. Не, ну он это любит. Он это любит. В Твиттере приехать, поговорить. Ну что, но это же важно тоже. Это дискуссия, диалог. Согласен. И по многим другим вопросам. Сегодня пытаться, сегодня пытаться, как бы, да, играть на каких-то, да, струнках и говорить о том, что, а вот сейчас Америка покажет, а вот Россия не сможет ответить. Ну, это дилетантский, это все-таки, ну, мне кажется, не надо в эти игры нам играть. Вы замечаете, что звучат резкие заявления из Вашингтона, практически каждый день они звучат. Но никаких реальных... И не один раз. Да, но никаких реальных шагов. Ну, хотя бы формально пришлите нам запрос, а вы дочи. Даже запросы нет. Потрясающая история. То есть они все время говорят о том, что давайте, 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 а бумажку не пришли. Хотя мы не можем выдать, поскольку у нас нет соглашений между Америкой, между США и Россией, об оказании юридической помощи, об оказании правовой помощи. Даже и по этому основанию мы не можем, но тем не менее, формально пришлите, укажите, в чем вы его обвиняете, какие статьи. Да, да, да. Ну, это известно. Ну, ему было предъявлено обвинение в шпионаже, но тем не менее, американская администрация сейчас в сложной ситуации, потому что действительно, как говорит Сноуден, как считает еще раз большинство американцев, он борется за американские, великие американские идеалы. И тут выходит, что американская администрация его за это преследует. Вот такой парадокс, который очень неловкий для ваших кто-то. Конечно, за убеждение я, потому что он так думает. Для демократов это крайне неприятная ситуация. Александр, пожалуйста. У них выборы для демократов очень неприятная ситуация, потому что они потеряют лицо. Если они его получат, надо будет судить. Так как в 1971 году Эльсберга освободили, они сейчас не могут это сделать, слишком далеко все зашло. Поэтому они оказались в очень двухсмысленной ситуации. Поэтому им может даже на руку то, что Россия его не выдает. Но я все-таки хотел сказать, у меня вот свое мнение к этому заявлению президента. Мне кажется, это несколько странно. Почему, допустим, Березовскому... Он так и сказал? Да. Вы помните, он говорит, может показаться странным, когда я об этом говорю, но тем не менее. Почему Березовскому никто не запрещал вести антироссийскую деятельность, и все это знали, и неоднократно Россия требовала его выдать, но никто ничего не делал. И ни один Березовский. Вы вспоминали Калугина. Есть некоторые акции, о которых люди просто у нас не знают, которые показывают, что в Америке спецслужбы продолжают вести холодную войну в полном объеме. Против России там коммунизм заменили на русофобию и так далее. И мне кажется, каждый раз, когда Россия шла на уступки, думая, что в ответ последуют какие-то уступки в свою очередь, и мы наконец-то получим нечто новое, качество каких-то отношений, каждый раз это приводило к требованию новых уступок и сдачи наших позиций. Например, в связи с этим никто не вспоминает, что ведь у нас на Кубе была барза радиоэлектронной разведки, которая стоила копейки. Да, мы ее закрыли. Мы ее закрыли. И получили результат программу призм. Это плюют в руку дающего. Вы знаете, я разговаривал с одним человеком, который принимал, скажем так, один из тех, кто принимал решение о закрытии наших баз на Кубе и во Вьетнаме. Камрань Вурдос. И он мне сказал так. Вот представь, говорит, мы с тобой сидим сейчас беседуем, а идет тропический дождь, а мы в палатке, но она дырявая. Ну как-то, говорит, не очень уютно. Я ему тогда на это ответил. Я говорю, представьте, мы с вами сидим беседуем, да, идет тропический дождь, а мы под открытым небом. Да. Анатолий, скажите, вот в перерыве, значит, вы говорили о том, что к вам подходили даже американские журналисты, да? Когда вы встречались, что говорили они? Достаточно много людей подходило. Анатолий Кучерина. Которые действительно поддерживают Сноудена, и они считают, что он совершил мужественный поступок. Это были журналисты европейские, американские, английские, потому что, вы понимаете, да, когда стало известно, что он все-таки обратился, подал прошение о получении убежища, практически взорвалось все. Да. То есть весь мир, если я вам скажу, что пропущенных было у меня 446 звонков, пропущенных только, вот вдумайтесь, что происходило буквально за нескольких часов. То есть интерес сумасшедший. И понятно, что очень много сочувствующих, очень много людей, которые понимают его положение сегодня. То, что он сегодня оказался в такой ситуации, я думаю, что многие разделяют его позицию, потому что всем надоело фальшь, всем надоело цинизм, лукавство, под прикрытием борьбы с терроризмом, придумают дальше еще что-то, но ведь забыли о правах человека. Но очень ловко ими прикрываются. Поэтому, конечно, нужно помнить, в Америке прекрасная конституция, практически она не меняется, да. И предыдущие президенты, руководители всегда строго старались соблюдать те нормы важные, которые были прописаны много лет тому назад. Это важный вопрос. Поэтому лукавство, цинизм, все равно он оказывается на поверхности, все равно скрыть это невозможно, потому что мы видим в последнее время череду людей, которые работали в спецслужбах, которые не могут выдержать вот этого цинизма, который происходит непосредственно в спецслужбах. Это был Анатолий Кучеренов. У нас есть звонки в студию. Да, Руслан, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Как? Мы вас слушаем, все хорошо. Давайте вопрос. Долго слушаю дискуссию. Хотел бы заметить, да, конституция у них не меняется, вот человек сейчас говорил, но политика у них постоянно меняется. Меняется в худшую сторону в отношении России. Это факт. Все уже понимают. Не надо... С какого момента она стала меняться в худшую сторону по отношению к России? Мне кажется, что хуже было все-таки тогда. Сейчас еще более-менее. Так? Ну, я считаю, что вот последние десятилетки, вот буквально, ну, первый год, двухтысячный, вот примерно вот с этого года, с двухтысячного, она вообще конкретно стала радикально и против страны. Она, ну, ничего хорошего не несет. Не надо никого ругать, не надо никому ничего объяснять. Хорошо. Я все понял. Руслан, Сноудена надо оставить на нашей территории? Не отдавать? Не отдаем? Сноудена надо оставить. Надо оставить, все понятно. Да. Надо оставить. Однозначно оставить, никому не отдавать. Все. Пускай они поймут, что не такие они уж великие, какими себя показывают. Да, и что есть мы, которым они не указ. Да, я правильно понял вашу мысль? Они, они должны понять. А в 90-е годы они буквально разделены, боммер упустили. А теперь пускай потихоньку сами что-то с хаос погружаются и живут. Тех агентов выгнать из страны, выгнать МакПола, выгнать английского дипломата и все будет нормально. Все. Хорошо. У нас еще один звонок. Руслан, мы вас услышали. Еще один звонок. Да, пожалуйста. Михаил, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Значит, месседжа два. Значит, первый месседж технический. Давайте. Во-первых, надо понимать, что все операторы связи и все интернет-операторы типа Гугла и прочих людей, они, в общем-то, ну, покуда они хранят данные в нешифрованном виде, они так или иначе подвержены юрисдикции тех властей, в странах, в которых они находят. Естественно, если припрут к стенке, все все выдадут. Неважно, что там написано в соглашении конфиденциальности, все все выдадут. Так, стоп. Секундочку. Сразу вот по ходу. Для того, чтобы они выдали, необходимо какое-то основание, для чего они должны выдать ту или иную информацию. Я не прав, друзья? Вы, конечно же, правы. Вы, конечно же, правы формально. Но реально оказывается, что как бы приходят к тебе, я работаю в операторе связи, приходит к тебе прокуратура и говорит, закрой сайт, вот потому что он нам не нравится. Они не просят посмотреть в трафик абонента. Ну, вот закрой сайт, потому что он нам не нравится. Притом же, как у нас суды работают, да, вы понимаете, что если им нужна будет судебная санкция, они придут к судебной санкции и скажут, вот там судья написал, закрой сайт, потому что он нам не нравится. Вот. Или то же самое, сними трафик пользователя, потому что он нам не нравится. Ну, будет надо с судом, придут с судом. Ну, Навального вам тоже посадили, все видели этот процесс, да. Вот. Это первый месседж. Вот. Второй месседж, опять же, вы говорили, что мы не имеем законных оснований. Ну, вы помните ситуацию с Магнитским, как бы, да, когда антимагнитский закон был принят вот по мановению руки, да. Да, поэтому апеллировать к тому, что у нас нет по какому-то поводу закона при нынешней Думе, ну, мягко говоря, некорректно, да. Будет политическая воля, закон будет завтра. Так, ну, тут очень много тем смешалось, да. Да, давайте, много. Спасибо, Михаил, спасибо большое. Значит, вот смотрите, два российских гражданина, которые общаются по системе Skype, прослушиваются в Соединенных Штатах, и для их прослушивания нет необходимости в получении каких-либо дополнительных разрешений и санкций. До 2008 года требовалось оповещать спецслужбы того государства, граждане которого прослушиваются. Теперь оповещать никого не нужно. Руки полностью развязаны. Полностью, да. Я хотела бы уточнить один момент, который ранее упомянула, может быть, недостаточно четко было разделено. Так вот, Соединенные Штаты покрывают различных террористов и воров, также Великобритания, но зато другим государствам не выдают их разведчиков. Вот в этом контексте я упоминала знаменитую пятерскую кубинскую пятерку, которая является сотрудниками кубинских спецслужб. И они боролись против терроризма, организации из кубинских эмигрантов, которые действительно организуют взрывы на самолетах и так далее, теракции. Таких людей Соединенные Штаты не отдают. Кубинцы борются вот уже с 1998 года за выдачу. Так что от Соединенных Штатов нам нужно будет ожидать достаточно жесткой политики в этом отношении. Не успокоятся, вероятно? Может быть, по прошествии определенного количества лет как-то забудут? Понимаете, маловероятно, что забудут, но дело в том, что сложные отношения с Соединенными Штатами — это абсолютно штатная нормальная ситуация. Если Соединенные Штаты вас хлопают по плечу, ставят в пример демократии, значит мы капитулируем на самом деле. Если терпеть, как Европа терпит, будет еще хуже, потому что ведь Обама — это самый лучший из всех мыслимых вариантов. При любом раскладе, даже если следующий президент будет демократ, он не будет лучше, Обама будет только хуже. Поэтому я думаю, что если сейчас промолчать, и вот как Европа ничего не делать, будет только хуже. То следующий уровень — это уже практически потеря суверенитета, насколько я понимаю. Обама — это маска для Европы. Обама ведет гораздо более жесткую политику, чем Буш, и вот эта его симпатичная риторика для европейцев и была создана, выбрана. Когда в Соединенных Штатах увидели, какой эффект в 2007-2008 году Обама производит на европейскую аудиторию, тогда и было принято окончательное решение о том, что он будет основным кандидатом от демократов. — Да, потому что Соединенным Штатам нужны были союзники. И под этой личиной им гораздо легче проводить гораздо более жесткую политику. Вот в чем смысл Обамы. — Вероника Крашенинникова. Да, пожалуйста, Александр Пагиди. — По поводу вот этого звонка. В одной дискуссии один американский журналист сказал, что вот вы выступаете в защиту Снудена, вы двуличные люди, потому что если бы ваш оперативник ФСО выступил с такими разоблачениями, вы бы сказали, что он предатель, подлец и негодяй. — Я считаю, что мы должны четко сказать, что если у нас проводятся какие-то незаконные операции по подслушиванию и так далее, без санкции суда и так далее, то мы, в частности, общественного права, тоже должны с этим бороться. — То есть, и это не двойная мораль. Мы должны следить за соблюдением прав человека и в нашей, в том числе, стране. И вот американцы, кстати, именно на это упирают во всех дискуссиях, когда с ними начинаешь говорить. — Ну, а мы упираем на то, что вы всю жизнь, сколько мы вас знаем, вы говорили о правах человека. И вот сегодня, когда человек реально рассказал о том, что вы же сами эти права человека попираете, вы пытаетесь его уничтожить. — У нас звонок, Анатолий, пожалуйста. Звонок у нас, Павел, да, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый вечер. — Да, здравствуйте. А вот ситуацию по тому, как он попал к нам в Россию. Вот там информация проходила, он пару дней в Китае сначала побыл, там власти получили все, что надо от него, всю информацию. И каким-то образом вот он очутился у нас в стране. И вторая, ну и высказывание президента, что это аж рождественский подарок. Почему китайцы у себя его подарок не оставили? Это раз. И вот вторая информация, я слышал, что вот он эпилепсией страдает. Вот тут проясните просто вот это. — Анатолий, пожалуйста. Анатолий Кучерен, у нас осталось совсем мало времени. Очень коротко, если можно. — Ему был задан вопрос, потому что я присутствовал, когда он отвечал на вопросы с сотрудником миграционной службы России по поводу его заболеваний, в том числе психических заболеваний. Он сказал, что никаким психическим заболеванием он не страдает. Что касается вопроса, как он к нам попал, я честно вам скажу, я не стал задавать ему этот вопрос, потому что это не моя работа. Он меня пригласил исключительно для того, чтобы я ему помог оформить процедурные документы, которые требуются для написания заявления, заполнения анкет. Вопросов было очень много. В том числе был вопрос, мотивируйте вашу позицию. Этот вопрос, кстати, был несколько раз поставлен. Почему вы так? Почему вы именно там, спустя несколько вопросов, опять к этому вопросу? И он последовательно, абсолютно, он последовательно, везде записано, это все записано в анкете, что он боится за свою жизнь. Да, именно по его собственным убеждениям. Это очень важный вопрос, потому что кроме меня, вот с ним никто не встречался, я ему идут тет-а-тет и столько времени не провел. Поэтому я абсолютно уверен в том, что вот у него убеждение, то есть он принял это решение где-то год тому назад, как он мне сказал, потому что он уже не мог как бы смотреть на эти безобразия и он понимал, что вот это вот прослушивание, чтение переписки, что это все приводит к тотальному влиянию на гражданина, на граждан собственной страны в Америке и, соответственно, на другие страны. Я понял, очень коротко. Он говорил о том, что он собирается делать потом, потому что мы только нон-стоп слышим о том, что Россия это промежуточный там этап, потому что потом он переедет в Латинскую Америку. Я с ним тоже говорил, и вопрос такой ему задан был, в том числе и в миграционной службе. Он сказал, что он никуда не собирается уезжать, он остается здесь. Если он уедет куда-либо, хотя он уехать не может, потому что у него нет паспорта, значит, соответственно, он теряет убежище, которое... У нас совсем уже практически не осталось времени. Я думаю, что мы, конечно же, не должны выдавать Сноудена, потому что в противном случае мы, как государство, потеряем лицо. Именно поэтому за нами сейчас наблюдают все, и допустить этого нельзя. Все, спасибо всем. Это была программа Искусство Возможного.